Добрый вечер, уважаемые телезрители! С вами Марина Белькова и эта рубрика «Администрация информирует». Очередной прием населения по личным вопросам провел глава администрации Жердевского района Александр Васильевич Быков. В ходе обращения рассматривались вопросы холодного водоснабжения, оказания материальной помощи, улучшения жилищных условий, предоставления земельного участка. По всем вопросам даны разъяснения и рекомендации. Ряд вопросов, требующих дополнительного изучения, взяты на контроль. 28 марта состоялось районное заседание антинаркотической комиссии Жердевского района, в ходе которого рассмотрены вопросы об итогах работы по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактике наркомании на территории Жердевского района в 2017 году и по итогам первого квартала 2018 года. Также рассматривался вопрос об итогах работы в общеобразовательных учреждениях района по профилактике наркомании и употреблении психотропных веществ в 2017 году. 29 марта состоялось первое собрание с молодежью, которое участвует в формировании второго созыва молодежного совета при главе администрации Жердевского района. Первый этап – отработка включала в себя портфолио достижений, которые ребята предоставили до 10 марта. Вторым этапом выступает предложение идеи проекта молодежного мероприятия для реализации в Жердевском районе. Результаты конкурса будут известны в апреле 2018 года. 30 марта состояло заседание административной комиссии при администрации Жердевского района, в ходе которого было рассмотрено 12 дел об административных правонарушениях. Материалы касались нарушения правил благоустройства населенных пунктов, нарушения тишины и покоя граждан, продажи товаров в неустановленных местах. С 22 по 25 марта в спортивном зале областной детской юношеской спортивной школе проходило первенство Тамбовской области по баскетболу среди юношей и девушек 2001-2002 года рождения. У девушек было заявлено 6 команд из городов Тамбова, Расказово, Маршанска, Мичуринска и из Жердевки две команды. У юношей 6 команд Тамбов-1, Тамбов-2, Тамбов-3, Мичуринск, Жердевка, Расказово. Соревнования проходили по круговой системе. По итогам соревнований команда девушек Жердевской дюш под руководством тренера Шимонаевой заняла первое место. Юноши, уступив победу хозяевам Тамбову-1, стали вторыми. Вторая Жердевская команда девушек заняла четвертое место. Победители и призеры награждены медалями, кубками и грамотами. А на этом я благодарю вас за внимание. До новых встреч! В марте 2018 года сотрудниками Жердевского межрайонного следственного отдела было окончено производством ряд уголовных дел различной категории. Кроме того, сотрудниками Жердевского межрайонного следственного отдела к своему производству также принято ряд уголовных дел различной категории. Так, одним из уголовных дел, принятых к производству в марте 2018 года, явилось уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно убийства. Как было установлено в ходе проведенной проверки, 3 марта 2018 года около 0,01 часа 30 минут в селе Мамонтово Токаревского района Тамбовской области произошла ссора между родными братьями, в ходе которой один из братьев взял имеющийся в доме топор и данным топором нанес несколько ударов по голове своему брату, в результате чего его брату были причинены открытая черепно-мозговая травма с повреждением костей черепа и вещества головного мозга. От данных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. По данному факту сотрудниками Жердевского межрайонного следственного отдела было возбуждено уголовное дело. В настоящее время по данному уголовному делу допрашиваются очевидцы и свидетели совершенного преступления, назначены необходимые судебные экспертизы. Одним из законченных уголовных дел в марте 2018 года сотрудниками Жердевского межрайонного следственного отдела явилось уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренное в части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Как было установлено в ходе следствия, 6 июня 2017 года двое жителей Московской области прибыли в Сампурский район Тамбовской области. Находясь на территории Сампурского района, между ними произошла ссора, которая переросла в драку, в ходе которой обвиняемый нанес множественные телесные повреждения потерпевшему, от которых потерпевший впоследствии скончался. Данное уголовное дело в кратчайшие сроки было расследовано, был собран достаточный массив доказательств вины, обвиняемого. Проведены необходимые судебные экспертизы, и в настоящее время данное уголовное дело направлено прокурору для дальнейшего направления в суд. Также одним из законченных уголовных дел в марте 2018 года явилось уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. А именно злоупотребления должностными полномочиями. Как было установлено в ходе следствия, директор одного из детских садиков Мордовского района Тамбовской области, исполняя свои должностные обязанности, злоупотребила имя, а именно устроила на работу свою знакомую. При этом указанная женщина свои должностные обязанности не выполняла, однако ей начислялась заработная плата, которую директор детского садика присваивал себе. По данному уголовному делу сотрудниками Жердинского и Жернево-Следственного отдела были допрошены свидетели совершенного преступления, были проведены необходимые экспертизы, собран достаточный массив доказательства вины должностного лица. В марте 2018 года указанное уголовное дело было направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это ОАЗИС. Мир, ограниченный лишь твоим воображением. Люди приходят сюда ради возможности что-то сделать, но остаются, потому что могут кем-то стать. Я говорю вам это потому, что наше будущее под угрозой. Давай, давай, давай! Как многие из вас, я просто сбежал сюда, но нашел что-то большее, чем просто себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я нашел друзей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Силь. Обрел любовь. А сейчас жизни людей в опасности. Нет, 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 нет! Эта война за контроль над будущим. Найдите ее. Добро пожаловать в сопротивление, Уэйт. Не говори свое настоящее имя. Держитесь там. Да это не просто игра. Я вообще-то говорю о реальной жизни и смерти. Что происходит? Играю в Марио Карт. Держитесь! Спросите себя. Вы готовы к битве? Слыши. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok